Продукция этого предприятия известна по всей России. Небольшая компания ИСМА производит абразивную продукцию. Проще говоря, круги для болгарок. В нескольких цехах полный цикл производства автоматизированное, оборудование итальянское. В день здесь выпускают 70 тысяч втулок и около 20 тысяч кругов. Разного диаметра, разной зернистости. От 10 до 125 микрон. Грубая фракция для обдирочных кругов, мелкая для шлифовальных. Правительство региона компании помогает. В рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства субсидируют процентную ставку по кредиту на приобретение оборудования. Правительство Ивановской области взаимодействует с Фондом развития промышленности Российской Федерации, который сегодня запускает новую программу поддержки предприятий, а именно лизинг. И вот как раз по этому направлению мы подадим заявку данного предприятия на оказание такой формы поддержки. Переговоры уже были проведены и я думаю, что мы успешно пройдем конкурс и предприятие получит необходимые средства. Аналогичных предприятий в стране всего пять. Продукция Ивановского на хорошем счету. Представители немецкого предприятия Хилти даже решили заключить с ИСМА контракт. Экспертная группа осмотрела производственные мощности. Продукция для расширения рынка сбыта должна соответствовать не только ГОСТам, но и Евростандартам. Сейчас вся деятельность ИСМА направлена именно на это. В ближайшие полтора месяца на предприятии появится новый итальянский станок. И производство абразивной продукции станет полностью механизированным. Это оборудование, которое является технологической ниткой. Оно не только пресс, это технологическая нитка. То есть несколько операций заменяет этот МДМ-550. Оно позволит увеличить и количество, и качество продукции. Самое главное – количество и качество. Потому что у нас сейчас очень большой спрос на нашу качественную продукцию со стороны наших отечественных предприятий военно-промышленного комплекса ВПК. Из этих цехов продукцию поставляют во все регионы России, а также за рубеж. В покупателях 200 предприятий. Благодаря новому станку и, если получится, контракту с немцами абразивный инструмент, произведенный в Иванове, будут отправлять на экспорт в страны Азии и Африки.